Город пограничников Голицына ведет свою историю с 1870 года, когда шло активное строительство железной дороги Москва-Смоленск-Брест. Станция появилась на 42-й версте, а свое название получила по имени владельцев усадьбы Веземы князей Голицыных. О славной истории города напоминают памятники архитектуры, уцелевшие старинные названия улиц и проспектов, усадьбы, музеи и памятные места, связанные с жизнью и творчеством известных писателей, поэтов, композиторов. В Доме творчества Союза писателей России в Голицына жили и создавали свои произведения Анна Ахматова, Марина Цветаева, Константин Полустовский, Александр Фадеев, Муса Джалиль, Валентин Катаев и многие другие. Дачная Голицына была любима поэтом Арсением Тарковским, а первый показ знаменитого киношедевра Андрей Рублев, режиссера Андрея Тарковского, прошел в местном кинотеатре «Октябрь». В Голицына жил Александр Куприн, вернувшийся на родину после эмиграции. В городе немало зданий, построенных из бетонных кирпичей инженера и изобретателя супербиллера. Он организовал в начале XX века продажу уникальных формовочных станков для строительства индивидуального жилья. 16 сентября Голицына отмечает День города. Центральной площадкой праздника станет Парк Героев 1812 года. Гуляния начнутся в 11.00. Концертная программа в 14 часов.